Привет, меня зовут Саша Капуста, это видео «Делаем буквы» на канале «Твой шрифтовой фетиш». В этом видео мы начнем уже чуть более детально работать в фондлабе и начнем мы с того, что добавим необходимые нам глифы для того, чтобы, собственно, точнее, ячейки глифов, в которых мы будем рисовать нужные нам глифы. Итак, мы подготовили файл для того, чтобы в нем можно было нарисовать. По умолчанию он выглядит примерно вот так. Здесь мы видим серые ячейки букв, которые мы можем создать. И в них, собственно, можем рисовать. Здесь можно в левой панели выбрать различные кодировки, различные сортировочки с цифрами, с какими-то знаками и так далее, которые мы можем создать. Это нам приходится в будущем, когда мы будем рисовать, например, дополнительные какие-то символы, альтернативные и так далее. Сейчас наша задача с вами подготовить базовые символы от А до З и параллельно мы будем сразу рисовать русские символы, также от А до Е прописные. Как мы можем их добавить? Ну, вариантов на самом деле много. Самый простой вариант – это, например, два раза ткнуть в ячейку шрифта и символы, ячейки, точнее, создадутся для того, чтобы в них можно было нарисовать. Можно нажать Enter. Можно нажать… Можно по одной, можно сразу несколько выбрать. И вот они, соответственно, создаются. Можем, например, вот в этих вкладочках языков выбрать латин. И когда мы его выбираем, он нам показывает только те глифы, которые мы уже создали. Но если мы его раскроем, то мы можем выбрать базовую латиницу, дополнительную, расширенную и так далее. Вот. И здесь, соответственно, точно так же. Если мы выбираем расширенную, мы здесь стандартные символы не найдем. Но если мы выбираем базовую, мы можем либо здесь выделить все символы, нажать Enter, они все создадутся, либо, например, нажать вот сюда. И он покажет только те глифы, которые у нас отсутствуют. Это удобно, если, например, вам нужно добавить только какой-то определенный символ с расширенной латиницей или кириллицей. Вы выделяете его. Ну, допустим, вот здесь я выделяю недостающие и Generate. И он мне автоматически создает все ячейки. Я обычно делаю так. Я просто выделяю все, что мне нужно. Нажимаю Enter, и вот они все готовы. Здесь у меня помечено 26 зеленым цветом. Это значит, что они созданы и покрывают весь диапазон. Lowercase. Здесь серым цветом. То есть ничего из них не создано. И нам нужно также сразу создать кириллицу. Выбираем, включая ее, нажимаем. И что мы видим? Мы видим, что некоторые символы пропали, а некоторые остались. Почему они пропали? Потому что если мы выберем, например, в сортировке все наши символы и вот здесь выберем имя, в сортировке, так сказать, или, например, единый код, мы увидим, что все латиницы здесь присутствуют, а кирилитические символы, которые повторяют аналогичные символы в латинице, отсутствуют. Почему? Потому что на самом деле мы сейчас создали, помимо уникальных символов, как, например, P, G, D и так далее, которых нет в латинице, мы создали ссылки, они же называются компоненты, на латинские символы. То есть, например, русская буква О ссылается на латинскую О. Русская А ссылается на латинскую А. Мы это можем увидеть по панели элементы. Здесь у нас ничего нет, но как только мы клацаем на А, мы видим, что здесь А. То есть, это нам говорит о том, что символ русский А состоит из компонента А латинской. Ну, короче, вы все это поняли. Вот. Как нам может помочь? Да очень просто. Вот, например, я захожу в русскую букву, в латинскую букву А и рисую что-нибудь простое совсем инструментом перо, кажется, он называется. Вот. Я создал корявую, очень корявую букву. Ну, не важно. Важно то, что она отобразилась еще и в русской. Теперь, когда я выбираю латинскую А и начинаю ее видоизменять, аналогичное происходит и в русской А, кириллической. Потому что это просто-напросто ссылка на существующую букву. Это называется компонент. Вот. Соответственно, В это латинская Би, Е и так далее. Ж состоит из двух латинских букв К, которые повернуты так, чтобы они создавали форму. Вот. Но это на самом деле очень неудобно, поэтому я обычно их просто удаляю сразу же, чтобы не отвлекаться. Так. Это мы все удаляем. Я лучше потом ее добавлю. Именно ту версию, которая мне нужна. Потому что есть такая вещь, как автоглифы. Она вообще полностью дублирует и не нужно ничего подстраивать. Так. Буква F состоит из буквы O и I. Ну, в целом, отчасти да. Но не совсем это удобно. Так. В общем, мы добавили все, что нам нужно. Вот этот файл системный. Мы его не трогаем, не удаляем. Если он создался, он пускай и будет. Потому что без него шрифт не будет нормально работать в графических программах. Все. Вот эти серые полосы означают то, что мы как-то изменили букву. То есть, например, когда у вас огромная куча символов, и где-то вы что-то там подвинули, где-то что-то изменили и так далее, не сразу понятно, в какой букве было изменение. Или, например, вы случайно это сделали и видите, что на вашей букве стоит эта серая полосочка сверху. Это говорит нам о том, что здесь было какое-то изменение. А если вы его не хотели делать, это отличный повод заглянуть в этот символ и проверить, все ли там хорошо. В общем, здесь у нас все хорошо, поэтому я просто жму Ctrl S и все пропадает. То есть, серые полосочки пропадают, потому что они показывают только несохраненные изменения. Так как я сохранил все, у меня все изменилось и все окей. Отлично. С этим мы разобрались. Символы добавили. Но я вам сейчас сразу покажу еще несколько вариантов, как можно добавить. Например, я хочу добавить цифры. Цифры нам по-любому пригодятся, и мы будем их рисовать. Поэтому я выбираю Font, Add Glyphs From Catalog. И здесь он мне показывает жирным, ну, контур непосредственно букв, показывает те символы, которые еще не добавлены. А вот это он мне показывает контуры букв, которые уже добавлены. И если бы они были нарисованы, я бы их здесь увидел. Но так как они не нарисованы, соответственно, их там нет. Ну, кроме уродской буквы А. Здесь я могу найти цифры, выделить их и нажать ОК. И они добавились. Причем, когда они добавились, они пометились сразу синим цветом. Вот здесь сверху у нас есть маркировка цвета. Мы можем выбрать любой глиф или несколько, и выбрать, например, разные цвета. По умолчанию, когда он добавляет, он выбирает их, выделяет их синим цветом или фиолетовым. Как это нам может помочь? Сейчас это нам никак не поможет, поэтому удаляем все цвета и сохраняем. Теперь, иногда бывают случаи, когда вы не знаете название символа, или как он пишется, как он рисуется. Ну, вы знаете, что он есть, но не можете его нигде взять. Что мы можем в этом случае сделать? Ну, например, у нас в шрифте не созданы запятые скобочки. Или, например, я хочу знак рубля добавить. Знак рубля. Вот он есть. Я не знаю, как его найти в фонтлабе, юникод и так далее, я, разумеется, не помню, не знаю. Поэтому я просто копирую. Даже можно вот так сделать. Скопировать сразу несколько символов, которых у меня нету, помимо тех, которые я уже создал. Жму копировать текст. Мы потом это еще повторим, когда будем рисовать символы. Пока просто показываю, как добавлять новые глифы, которых у вас нет. Я кликаю в любой из символов, выбираю режим текст. И теперь, если бы у меня были символы, я бы мог их набирать. Но так как у меня их нет, он мне показывает только серые контуры. Но он показывает серые контуры только в том случае, если эти символы не существуют в шрифте. Но так как мы добавили прописные, то если я попробую прописными написать те же самые ПВА, то вы ничего не увидите. Он вроде бы как бы пишет, но при этом вы ничего не видите. Это неудобно, но когда вы нарисуете какие-то символы, то, разумеется, там и не будут, поэтому никаких проблем. Здесь это не столь важно. Я скопировал там знак рубля и жму Ctrl-V, и у меня вставляется текст. Вот эти символы все не существуют в этом шрифте. Как их можно добавить? Например, вот этот знак рубля. Я просто выбираю его и жму на инструмент контур. И теперь тыкаю два раза на конкретно символ рубля. И у меня автоматически вот здесь создается ячейка с этим символом. Например, у меня в шрифте, вот здесь вы видите, нет скобочек. Но если я ткну на скобочку, то она у меня появилась. Если, например, я ткну на букву D, маленькую, которой у меня нету, она точно так же где-то здесь добавится. Вот она добавилась. То есть, отличный способ, когда у вас нету, вы не знаете, где найти шрифт, где найти символ в ваш шрифт. Так, отлично, с этим разобрались. Теперь давайте разберем немножко теорию. Конкретно из чего состоят глифы в шрифте. Что такое элементы? Что такое элемент референсы? Что такое компоненты? Что такое акценты? Я вам схематично это все нарисую. И в будущем вам будет проще понимать, что, собственно, я делаю. Если что-то непонятно, заходите в телеграм-канал «Вышитовой фетиш», в котором публикуются различные новости. В группу «Делаем буквы», в которой можно задавать вопросы. Вконтакте аналогичная группа с тем же самым материалом. Ну, почти с тем же самым. И заглядывайте на сайт, который в будущем, надеюсь, будет доступен, где будут выкладываться различные шрифты, которые я рисую, материалы, уроки и так далее. Увидимся в следующем видео.